Культ поход В том числе призыв Театра на Спасской Представитель которого сейчас В нашей студии Это Юлия Нушайта Завлет Театра на Спасской Драматург Юлия, добрый день И Егор Чернышев Главный режиссер Театра на Спасской Добрый день, Егор Мы встречаемся фактически сразу же После того, как закончилась Творческая лаборатория Избранная Вчера это было Вчера ночью она закончилась В полночь По итогам этой лаборатории Мы встречаемся с нашими гостями Но естественно поговорим не только о ней Три дня С 13 по 15 число Я вижу в ВКонтакте Большое количество фотографий И кажется, что это было Необыкновенно Ваши ощущения от того, что Было там в прошлом году Сильно ли отличалось то, что было в этом Как-то повлиял коронавирус, может быть Ну, коронавирус, слава богу, не повлиял Потому что нам дали ее сделать И это, в общем Самое главное Да, самое главное И он тут не повлиял, конечно Отличалось, да, конечно Она, естественно Потому что там все-таки был первый блин Который комом Там была задача запустить Любой ценой То есть, чтобы это заработало А в этом году Она уже была, конечно Гораздо более осмысленная Уже было Более внимательно отобраны тексты Точнее сделаны читки Отношение у актеров было Совсем другое То есть, ну, это нет Это прям такой шаг вперед И я очень этому рад Давайте про тексты И про авторов И про тех, кто принимал участие В читках, скажем сейчас То есть, подбирали Подбирали материал для Принцип лаборатории такой Который изначально был предложен Егором Что один эксперт, театральный критик Выступает адвокатом Он, собственно, составляет программу читок Второй выступает прокурором И они, как бы, постоянно меняются То есть, человек, который В этом году был прокурором На следующий год предлагает Свою программу Ну, известный же принцип Отрицаешь, предлагай Это как игра в мате, извините Да, да, да Вот И в этом году у нас Кураторами, экспертами Были Елена Смородинова Это театральный критик Москва И Александр Вислов Тоже театральный критик из Москвы И Александр в этом году Выступал в качестве прокурора Как бы Делал замечания Какие-то критические наблюдения Касательно программы Составленной Еленой И на следующий год Он предложит уже свою программу Вот Это касательно того Кто Участвовал Ну В лаборатории В качестве экспертов И тексты были очень разные Это были Советские авторы Это были Новые российские авторы Очень широкий такой И роскошный у нас получился Спектр От Довлатова Там Заканчивая Ну в смысле не заканчивая Тут это слово вообще Да, неуместно Жанайдаров Драгунская Гицарева Ульяна Молодой Драматорская Девять пьес Да Это был такой мощный Театральный марафон Погружение И было здорово Когда мы видели Что Есть зрители Которые приходили На все девять читок Вот И конечно Когда ты смотришь Всю программу А не частично Складывается Ну как бы пазл Складывается В своем окончательном виде А вариант с расписанием Вот я смотрю Как бы сейчас его Да С 16 часов Вы начинали И Последняя читка Была в 9 вечера Да Причем это же было В рабочие дни Да Да Просто в прошлом году Мы когда запускали программу Лаборатории Были читки То есть Если у нас Вечерняя Начинается Условно говоря В 6 вечера Или там в 7 Да В такое Привычное для зрителей Время То мы понимаем Что дневные Должны начинаться Там в 11 И в 3 Например И это время Когда не может никто И очень многие зрители Просили Давайте перенесем Лучше на вечер Чем днем Нам там Отпрашиваться с работы Или брать отпуск Вот При том что Наш же зритель Он уже привык К экспериментам И 2 года назад Мы проводили Ночь искусств Обычно же Ночь Это очень условное название Да То есть там Начинается после обеда В 8 вечера Да Программа мероприятия А в 8 вечера Уже все Из пушка на клюшку А мы делали Ночь искусств У нас финальная читка В 11 вечера начиналась Мы читали пьесу Ясмины Резе Арт И у нас был аншлаг В 11 вечера В Кирове На театральной читке Которая прошла На большой сцене Театра на Спасской Поэтому мы смело Ставили на 9 вечера Потому что мы знали Что те зрители Которые хотят Действительно прийти Послушать пьесы Которые Ну возможно Будут поставлены Театром Включены в репертуар Они без проблем Уедут на такси В общем цена вопроса Сегодня там Не такая большая Тем более что Наверняка Учитывая коронавирус Многие так на такси Передвигаются Или как-то Иначе пытаются Добираться До места Но все-таки На 6 вечера И на 9 вечера Если мы зрителя сравниваем Это вот разный зритель Или это Люди Ну примерно там Одного Одного что называется Статуса Погруженные в театр Нет Ну бывает же такое Что там На дневные сеансы Приходят люди Более старшего возраста А на ночные Например молодежь Нет такого Да нет конечно нет Вообще эта идея Делить зрителя на На 6 и 9 часов Да На какая-то неправильная Понятно Что было за зритель Ну были разные люди Вообще То что Юля говорит Я там Более категоричен В этом во всем Я считаю Что у театра Должен быть какой-то Пул поклонников Таких верных Которые придут На что-то новое Придут даже в 3 часа ночи Поэтому набрать 50 человек На 9 часов Я не сомневаюсь Что это не проблема Это не должно быть проблемой Для театра По большому счету То есть Потому что когда мы делаем Какую-то Одноразовую историю Которая не повторится Которая не повторится Понятно И у театра есть поклонники Которые любят этих актеров И любят этот театр Они приходят И в 3 часа ночи То есть Помимо непосредственных читок Что было еще в программе Было обсуждение Которое является Как бы неотъемлемой частью То есть адвокат говорил Почему он включил Этот текст в программу В этом году Егор выступал В качестве модератора Соответственно Прокурор говорил Какие ему Видятся сомнения Там может быть У текста Недостатки Почему сегодня Его лучше там Еще раз поставить На полку И вернуться Спустя какое-то время И конечно В разговор активно Включались зрители Но как сказать Активно Иногда более активно Иногда менее И иногда их молчание Такое качественное Когда Нет желания Сразу Чем-то делиться Есть желание Пережить Потому что Некоторые тексты Они были в общем Довольно провокационные Осознанно провокационно Включенные в программу Они в общем Не всегда располагают К разговору Хотя Любопытные Какие-то наблюдения Реплики Комментарии От зрителей Безусловно Звучали И это тоже Сегодня же театр Становится Местом коммуникации Местом общения Местом выяснения Точек спресс Местом паломничества Становится театр Иногда даже И поэтому Вот эта часть Обсуждения Это как бы Обязательная составляющая Лаборатории Без которой Лаборатория Собственно Не имеет Такого Завершенного Вида Я не знаю Сейчас наверное Мой вопрос Тоже покажется Обидным Но я все-таки Спрошу А кировский Зритель Вот формат Читок Он как Понимает Есть уже Ощущение Что нравится Он же давно привык Давно привык Мы очень долго этим занимаемся Он на этом воспитывается И какой-то кайф Как бы люди Они давно уже поймали Потому что читки Это же ну как Это театр для людей На зеленых фантазии Читка Она же приглашает Тебя к соавторству Как зрителя То есть ты становишься Соавтором Тебе дается возможность Дофантазировать То кино или то спектакль Который мог бы быть То есть Поэтому текст Да да естественно И огромное количество людей Которые не ходят на спектакль А ходят только именно на читки Серьезно? Да конечно Потому что мне интересно Когда все разжевали Все показали Скучно Дофантазировать нечего Понятно То есть у кого-то свое видение Да Ему гораздо интереснее Человеку гораздо интереснее Представить самому Декорации Представить Как актер Ну все остальное То есть чем это Увидеть В готовое решение То есть это не ленивый Такой зритель Которому в том числе Еще и хочется Свое мнение выразить Безусловно Да Да конечно Конечно То есть И я так понимаю Что вот Все уже Да Решено Формат приживается То есть в прошлом году Избранное Да В этом году Избранное И будете продолжать Естественно То есть это Так задумывалось Что это ежегодная Такая вот История по осени То есть Такая же история Я буду развивать по весне И в принципе Моя задача конечно Сформировать через этот уклад Театра Уклад жизни Чтобы как было У крестьянина Календарь когда-то Был крестьянский календарь В котором все написано Каждый день расписано Так чтобы у театра Это было Чтобы всем было понятно Что очень мы делаем Это весной Это После этого мы дорабатываем То есть Некний график Такой составить Постоянный Уклад жизни Это называется Уклад жизни Плюс ко всему Тут же получается Интерес Например Те зрители Которые в прошлом году Ходили на читки И слушали пьесы Представленные В избранном В прошлом году Они Уже в значительной степени Посмотрели премьеру Историю одного преступления Которое Было выбрано На прошлой лаборатории То есть Это еще и Предание Такой долгой жизни Какому-то Проекту театра То есть До этого До того Как Егор Предложил лабораторию Были читки Мы их читали На Баркемпе Мы их читали На Ночи искусств Библиотек Это всегда была Прямо история Которую мы один раз Прочитали И этот текст Ну как бы Влюбились и забыли Что называется А здесь Зритель включается В процесс В эту театральную жизнь От выбора материала До премьеры И он имеет возможность Увидеть сначала В читке Потом узнать Что этот материал Пример в постановке Потом увидеть уже Как бы Который спектакль Еще у зрителя Есть возможность Проголосовать За текст Чтобы он остался Принять участие В голосовании То есть у зрителя Опять же Это интересно людям Принимать участие В жизни театра Такое может быть То есть это Такие более партнерские Отношения Более доверительные Потому что Например Александр Вислов Сказал Что у вас Потрясающие Интеллигентные Трупы Артисты И зритель тоже Да И отношения Хотелось бы Строить не такие Что вот мы Там зрители Пришли в зал Сложили руки Нам сейчас Да Расскажут Сделайте нам Что-нибудь хорошее Буфет Как обязательный элемент То есть Это какой-то Немножко другая Система театра Предложенная Егором Немножко другие отношения Они более Крепкие Теплые Доверительные Более горизонтальные Ну вот сейчас говорим О том Что это для зрителя Дает Егор А вот для Режиссера Это что дает Для артиста Ну как это Возможность Для режиссера Там же еще Сейчас выпал Захар Пантелеев Должен был быть Третий режиссер Распался Это нас двоих Это в общем Огромная работа Подготовить пять эскизов То есть я делал пять Там Саша тресленно четыре То есть Отвертить на разные тексты В разную мелодику Вслушаться Это такой колоссальный тренинг Придумать пять разных текстов По-разному их оформить По-разному с актерами разобрать И для актеров Это огромный тренинг Это очень интересно просто все Это интересная творческая задача Причем она же Безответственная здесь В данной ситуации Потому что никто Как бы если у актеров Читки не получилось Или у меня не получилось Читка Никто никого ругать не будет Это лаборатория Мы проверяем Здесь спектакль Это дело ответственное Там не дай бог Там Здесь этого нету Здесь легко и свободно Не получилось Ну и забыли Дальше пошли А мнение зрителя В этот момент Что значит? Ну как вот Я же говорю Что мы Мы проводим голосование То есть Среди зрителей Эта информация Тоже для нас является важной Понятно что текст Который мы выберем В итоге Мы выберем По своим каким-то соображениям Тоже ориентируемся Если где-то совпадает Наше мнение С мнением зрителям Отлично Не совпадает Но мы тогда мотивируем Для себя Почему Разбираемся То есть Ну и так далее Но все равно Для нас это очень важно А совпало в этот раз? А мы еще ничего не выбрали Вот у меня вопрос Да Я так понимаю Что голосование зрительское Прошло уже Да Но пока еще не посчитано Да Нет Они каждый раз После каждой читки Мы считали Эти цифры есть И в общем Ну общие таблички Пока не светят Нет Да То есть Закончив Вчера В 12 часов Лабораторию Мы еще сегодня Вот выдыхаем Радуемся Что это состоялось Что этот марафон Был как бы И какие-то Итоги Выводы Выбор Он будет сделан Чуть позже Нас же никто в спину не толкает И не говорит Что в 5 утра Вот как Голосование по Конституции Что там подсчитано Столько 8 часов На сайте театра Нет Ну делаю Я говорю Что эти проценты Они для нас Как бы имеют Какое-то значение Но они не являются Решающими То есть понятно Что решение Остается за нами А на что еще Будете ориентироваться Кроме результатов Зрительского голосования Ну то есть понятно Что да Какие-то Ну видения Какое-то Да Того или иного Текста И как его можно Воплотить на сцене Наверняка уже есть Там любопытный же Происходит феномен В читке То есть когда ты берешь текст И читаешь текст Он звучит Определенным образом Когда его читают Артисты со сцены Он звучит по-другому И в этом смысле Наше представление О том Как Ну условно говоря Какую бы пьесу Мы взяли в репертуар Из этих девяти Из этих девяти Оно кардинальным образом Отличается Ну не кардинальным Но как бы Некоторые тексты Роскошно Роскошно Когда ты их читаешь А когда В исполнении артистов Ты понимаешь Что там Нет И наоборот Текст который вроде Как бы Вдруг так выстреливает И такое обсуждение И такие эмоции Вызывают Что как бы И В этом смысле Тут действительно Лаборатория Это такой процесс В том числе проверки Именно через сцену Через артистов Через театр Ну не только материалы То есть там же опять же Понимание Есть у меня распределение На этот текст Или нету Актеры с этим текстом Справятся или нет Тоже в лаборатории Я все это проверяю Потому что иногда кажется Что этому актеру Да и сам Бог Велел это сыграть И потом На первой репетиции Понимаешь Оп А не велел А он не годится Ну не то что не годится Нет А просто И начинаются там проблемы Ну и так далее В лаборатории Ты все проверил Справляются Люди не справляются Сбалансированный состав Не сбалансированный То есть тоже Это дает очень много Информации для Для размышления Вот А выбирать текст Будем понятно Что итоги голосования Какие-то наши ощущения Будем сравнивать Ну плюс еще Опять же Какой-то баланс Должен быть в репертуаре Что Ну ура Пьеса прошла Но похожая пьеса У нас в репертуаре есть То есть понимаете То есть мы возьмем другую Которую Ну и так далее То есть там же Тоже вопрос Какого-то баланса А вот такая история Когда Что-то победит А вот Что-то уже Вам в душу запало И вы Несмотря на результат Это Захотели бы Поставить Например Может два Например Да Конечно По итогам Лаборатории Два Может быть уже Что-то Есть из этого В этом году мы поняли Что у нас есть варианты Для там Классического спектакля Экспериментального Для фестивального И так далее Да То есть Егор уже говорил Что Качественно На другом уровне Прошла в этом году Лаборатория И в этом смысле Выбор То есть Прям Ну Будет большой выбор Да Большой Сложный Сейчас уже понятно Что Что магазин Пойдет на малую сцену Что мы еще раз точно Его сделаем На малой сцене Мы его запустим Как раз В том проекте Монологи Который я Хочу придумать Вот А все остальное Как бы Пока еще Будем думать Сейчас мы к проекту Монологи перейдем Я только хотела сказать Я правильно понимаю Что все вот эти Девять текстов Которые есть Их можно найти Вконтакте Как раз Вот страничка Нет-нет-нет Я имею ввиду Название Можно найти Вконтакте Афиши Вот это Вот да Лаборатории Как раз И все тексты Можно поискать В интернете Или не все Они есть Они не все Мы например Столкнулись Когда выбрали В программу Арбузова Советская драматургия Огромного полоста Не найти так просто В интернете То есть в итоге Наш Театральный педагог Екатерина Масленникова Каким-то чудом Выцарапала ПДФ С которой нельзя работать И там получилось 150 страниц Такая пачка Отсканированная Из книги То есть в Герценке Мы нашли Без проблем Книгу Счастливые дни Счастливого человека Вот В интернете Далеко не все тексты есть Или например Любовь Мульменко У нее киносценарий То есть у нас По Ну так получается Что мы второй год Берем в программу Кроме пьес Один киносценарий Одно прозаическое произведение В программу лаборатории И Любовь Мульменко Ее текста тоже нет В интернете Это киносценарий В прошлом году Фильм Снятый по этому киносценарию Участвовал в кинотавре И получил диплом жюри Вот Как назывался фильм Так и назывался Верность Да Да Вот А текста в интернете не найти Так что это вот Ну прям не факт То есть фактически Лаборатория была уникальным Таким местом Где можно было познакомиться С некоторыми вещами С некоторыми Да Да конечно Потому что верность Это текст Который именно прочитан В первый раз в России был На этой лаборатории Именно как текст У нас Да Да Круто То есть он Снят уже фильм Такой большой Были зрители Которые видели И фильм И читку Но на театральной сцене Он никогда не звучал До нашей лаборатории Первый раз в Кирове прозвучал Это был тоже интересный опыт Да нет Не в Кирове В принципе Первый раз Первый раз со сцены Да Нет Нет Я это имела ввиду Первый раз со сцены Он прозвучал в Кирове Я просто в последние Несколько дней Для меня это такой вопрос Очень принципиальный Важный Да А что хорошего происходит В Кирове Вот Хорошее точно есть Лаборатория Да Проект Проект О котором говорил Егор Да Монологи Да 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 Я насколько понимаю Это примерно середина ноября Ну Или конец ноября Это мы еще подумаем Нет Может быть мы сначала начнем Это мы еще расписание Пока у нас не готовы Вот Он же будет не одноразовый То есть это будет такая история Что Наверное раз в неделю Мы выберем какой-то день Вот Мы будем делать Ну Опять же не читку Скорее всего эскиз Будем делать скорее всего эскиз Какой-то монопьес На малой сцене Потому что ситуация какая Что Все-таки избранные Мы отбираем тексты Для большой сцены И брать монологи Как бы ну для большой сцены Понятно Это не очень Не очень в формате А монологов Огромное количество Хороших написанных Сейчас как бы это модно писать Монопьесы Сейчас эти многие занимаются И многие это хорошо делают И получается Что у меня есть огромное количество Текстов Не огромные Ну там сейчас Там 3-4-5 Которыми мне хотелось бы Очень поделиться бы Со зрителем Есть актеры Которые понятно Что в репетиции Текущих спектаклей Ну не все попадают Есть свободные актеры Есть малая сцена Которая совершенно Нами не задействована Никак Которая тоже для спектакля Маленькая А для монолога В самый раз И вот эти 3 данности Я решил свести В один проект Это будет Это будет Мы выберем Какую-то день В неделю И там в какое-то время То есть это будет Раз в неделю Будут происходить Разные тексты Опять же Это будет уже Неодноразовое То есть те тексты Которые Хорошо были услышаны С интересом восприняты Они будут повторяться Потом может быть В декабре Там в январе То есть уже как-то То есть это будет Функционировать Какой-то такой Долгоюрающий проект Можно будет Кто не успеет На первую Например Да 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 Конечно А что Какие авторы Что можно будет услышать Я все Как новостник терзаю Я хочу написать Новость после этого И Например Мы Павла Пришко Хотим Представить В Кирове По-моему Его пьес Не читал еще здесь Никто и никогда И хозяин кофейни Которого Егор предлагал То есть мы как раз Отбирая материал К избранному Понимали Сколько много Хороших И таких Мощных Пьес Не вмещается Да Так что вот Павел Пришко Олжас Женайдаров С магазином Равенхил Продукт То есть Авторов Много Авторы Очень разные Разные По стилистике По эстетике И по Естественно Актерскому Какому-то Ну распределению Там будут и Интересное решение Егор предлагает Вот Так что да Там будут и возрастные Актеры и молодые То есть еще будет Будет Михайлов Будет подлинная история Фрегенбок Равесница века То есть будет еще То есть ну То есть По какой-то набор Есть Вот четыре там Названия на ноябрь Когда мы это запустим Ну посмотрим Сейчас общее расписание Какое-то выработаем А я правильно понимаю Что это зависит Не только там От занятости вашей Но в том числе Вот от той ситуации Которая сейчас Складывается Извините С пандемией Да Я понимаю Что все устали От этого Да мы не думаем Об этом Закроют 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 Да Я очень надеюсь Что не закроют Как раз Пока есть возможность Работаем Закроют Курить придем А слушайте Вот у нас вопрос Вчера просто В редакции возник Да По поводу того Вообще Вот эта история Которая сейчас происходит С Марта С нами Она не нашла ли Уже отражение В каких-то текстах И не было ли желания Как-то Ну переложить На сцену Весь этот ужас Я добавлю Вот он у меня Этот вопрос написан Вообще Многие говорят Что ну до того Надоело Что давайте Эту тему Стороной обходить Вот на ваш взгляд Вот ее стоит Обходить Или ее стоит Преподостить так Чтобы может быть Зрители по-другому На это все Люди на это все По-другому Посмотрели Был уже конкурс Пьес в России Проведен Про пандемию Был Читки этих пьес Сразу же запустили И это было еще Там в марте В апреле То есть В таком Экспресс формате Какое-то осмысление Этой темы Уже произошло Да И в общем Мне кажется Осенью Двадцатого года Ну как бы Уже дублировать не надо Ну да Но это лично мое Может быть Егор По-другому Нет правильно Правильно Ты говоришь Весной Это было прикольно Интересно Это что-то новое Сейчас это уже Как бы Такая обыденность И проза жизни Тегамотина Тегамотина Да Который совершенно Ничего интересного уже Потому что Весной Да это было классно Что-то новое Такая движуха пошла Опа Как интересно Сейчас нет Все устали от этого Уже мне кажется Да И все уже понимают Что планы какие-то Может быть Могут не Не осуществиться И напоминать И напоминать Дополно Семь раз И притом Тегамотина Все равно Не газета Когда что-то случается И мы там Должны это мгновенно Осветить Условно говоря Со сцены То есть Там другой принцип Это все-таки Искусство И дело Не в том Что должно Сто лет пройти И мы вернемся К этой теме Нет Но какое-то Чтобы это было Все-таки сделано На высоком Художественном уровне А самое главное Ничего еще не закончилось То есть еще непонятно Может быть Что-то будет интересное Связанное С этой пандемией Что более достойно Там нашего сидения На карантине И всего остального У нас остается Меньше минут До перерыва Я предлагаю Сейчас тогда Просто уйти на рекламу Немножечко пораньше Да Если звукорежиссер Нам позволит После мы вернемся Огласим список призов У нас есть билеты В театр на Спаск И ура-ура Наконец-то Вот И еще поговорим О весенней лаборатории Да Ну и о том Как вы все-таки К Новому году готовитесь Новый год Никто не отменял Сегодня Правительство Объявило 31 декабря Выходным днем Так что вот Будем ждать Нового года Реклама сейчас Культ поход Программа Культ поход Продолжается В нашей студии Юлия Янушайт И Егор Чернышев Это театр Нас Паской Мы сейчас Озвучим список призов Наверное Озвучим один вопрос И пока слушатели Думают Продолжим общаться С нашими гостями Приступаем Ну Несмотря на то Что гости у нас Из театра На Спаск Я все-таки Сначала Предложу билеты В театр Кукол У нас есть Пригласительные На ближайшие выходные Это для родителей С детьми Я рекомендую Пользоваться Пока не закрыли На самом деле 17 октября В 11 часов Царевна лягушка 18 октября В 11 часов Циркурион Тот и другой спектакль Ограничение 0 плюс У нас есть Два билета На любой фильм Кинотеатра Смена Книги От магазина Читай город Большое ему спасибо Ирина Фуфаева Как называются Женщины Феминитивы История Устройство Конкуренция 12 плюс Александр Кабаков Бульварный роман И другие Московские сказки 18 плюс И Шамиль Аляудинов О смерти и вечности 16 плюс Вот у меня в руках Еще книга Тоже прекрасная Мартин Коэн Взламывая философию История развития философии С древних времен По настоящее Время 12 плюс Ну вот эту книгу Нам дарит Информцентр по атомной энергии Города Кирова А предыдущие книги Я напомню Это читай город Вы можете Их и другие книги Купить по адресам Преображенская 65 ТЦ Театро И Ленина 103А Торговый центр Крым Еще у нас Пригласительные Естественно В Вятскую филармонию 18 октября В 15 часов Великий бахт И музыка вселенной Это органный зал Ограничение 6 плюс И 21 октября В 18 часов Концерт Вятского оркестра Народных инструментов Имени Шаляпина Это уже вот Сама филармония Ограничение 12 плюс А еще у нас Конечно же Пригласительные В театр Нас Паской Два спектакля 30 и 31 октября Возрастное ограничение 16 плюс О названии их Я вам пока не скажу Потому что у нас есть Вопрос Связан Не-не-не Название спектакля Мы можем сказать У нас вопрос Название в лаборатории Будет связан Если я верно понимаю Тогда 30 октября Два веронца И 31 Обыкновенное чудо В 18 часов А теперь Вопрос Ограничение Того и другого спектакля 16 плюс 16 число 16 плюс Так Задаем вопрос 211-101 Номер телефона Слушатели Готовьтесь Вопрос касается Названия не спектаклей А лаборатории Той самой весенней лаборатории Которая в прошлом году Тоже состоялась В первый раз И которая ждет нас Весной 21 года Я хочу спросить у зрителей Как называется Эта лаборатория И есть три варианта Ответа Это Разбор вещей Разбор полетов Или Суть вещей Как называется Вторая театральная лаборатория Концепцию Которую предложил Егор Чернышев То есть я правильно понимаю Что весенняя лаборатория В этом году Она такое же название Да Имела Предыдущая То есть она уже была По-моему Мы не сказали номер телефона Но он у нас уже звонит 211-101 У нас слушатели знают Наш номер телефона Разбор вещей Разбор полетов Или суть вещей Да Три варианта Есть звонок Есть звонок Добрый день Кто-то быстрый Самый первый Здравствуйте Это Светлана Я просто попробую ответить Давайте Вы угадывать будете Да Ну давайте Я хочу выбрать Суть вещей Третий вариант Нет Нет Юлия качает головой И к сожалению Это неверный вариант Ответа Но у вас есть Вторая попытка Ну тогда Это разборка полета Второй вариант Так Вот тот самый Уникальный Совершенный случай Светлана Добрый день Добрый день Как вас зовут Елена Еще раз пожалуйста Елена Елена Да Елена Давайте ваш вариант Так Пауза Забыли? Да Забыла Забыли Ну ладно Сейчас на внимание Будет тогда Юль Можно заново Все три варианта Озвучить Варианты были такие Разбор вещей Разбор полетов И суть вещей Разбор Так Елена Это было Еще раз Разбор вещей Разбор полетов И суть вещей Разбор вещей Все правильно Разбор вещей Елена Спасибо Большой Правильный ответ Ну вот Со смехом Да И Через забыла Мы все-таки Смогли его найти Этот правильный вариант Елена вы приз Выбрали уже? А можно На 31 Обыкновение Обыкновенное чудо На обыкновенное чудо Елена пойдет Елена пожалуйста Трубочку не кладите Продюсеру Оставьте ваше Имя и фамилию А приз вас будет ждать Нашей редакции Давайте мы еще один вопрос Зададим И перейдем А и будем И будем про весеннюю лабораторию Как раз Тогда от Егора вопрос Как называется Фильм Мартина Макдонаха Короткометражный Обрез Винтовка Шестезарядник Три варианта А почему Мартин Макдонах? Ну потому что он был В лаборатории Один из текстов? Нет Нет? Ну да Один Но не из названных Да Это фильмы Мы читали пьесу Черепа Сканемара Которая прям На ура прошла читка 211 101 Ну вот это мне кажется Сложный вопрос Поэтому мы успеем Поговорить о весеннем Лаборатории Нам фора Разбор вещей Макдонах дал фору Разбор вещей Да Так Что будет весной? А что будет весной? А что будет весной? Это кстати вопрос Такой ответ На который наверное Никто не знает Если позволит пандемия То весной Мы проведем вторую Лабораторию Разбора вещей Первую мы посвятили Память Михаила Угарова Драматурга Артиста Режиссера Основателя театра Долг И Просто хорошего человека Да И просто хорошего человека Который начинал Свой творческий путь И путь драматурга В театре На Спасской И Этой лаборатории Мы отдали Дань памяти Михаилу Юрьевичу А дальше Лаборатория Уже Как сказать Пойдет По другому руслу Ну как бы То есть Фигура Угарова Который Писал пьесы Новые Создавал В том числе Он кстати Много инсценировок Для театра на Спасской Писал И Егор сказал Что Было бы хорошо Если бы театр на Спасской Служил такой Резиденцией Творческой Такой Стал точкой Кипения Где Появлялись бы Новые тексты Рождались Специально написанные Для нашего театра И Поэтому Предложил Концепцию Этой лаборатории Когда раз в год Театр будет задавать Тему То есть там Условно говоря Разбор вещей Точка И какая-то тема Задается И приглашенные команды Драматург и режиссер Будут делать заявки Эскизы Из которых потом Один из текстов Будет доработан То есть это Совсем новые тексты Да Совсем новые тексты Мы на этом сейчас Поставим запятую У нас Я так понимаю Что есть желающие ответить На вопрос Егора И я бы наверное Егора даже попросила Вопрос повторить Прежде чем Ответит человек Мы сначала Поздороваемся Добрый день Добрый день Так как вас зовут Это Олег Олег Ну давайте Олег Нужно вам повторять вопрос Попытаюсь ответить Что это винтовка Нет Олег Это не винтовка Так Ну давайте тогда Все таки Вот как сделаем Давайте Егор Снова озвучит вопрос Озвучит варианты И мы Егору дадим Олегу дадим Вторую попытку Потому что мы Обычно это делаем Как называется Короткометражный фильм Мартина Макдонаха Обрез Винтовка Шестизарядник Ну пусть будет Обрез Нет Опять у нас вариант Такой Какие-то коварные Просто Коварные вопросы Какие-то вопросы Да Такие Три варианта На два из них Олег Простите пожалуйста Вот ну неудачно Давайте в следующий раз Я думаю Что обязательно получится Сейчас будет Опять же Та же самая история То есть слушатель Который позвонит 211-101 И назовет Оставшийся вариант Оставшийся верный вариант Получит приз Ну и пока мы его ждем Мы продолжаем Тогда да Весенняя лаборатория Совсем новые тексты Нет Не продолжаем Ну ладно Давайте примем звонок Добрый день Здравствуйте Как вас зовут Александр Да Александр Шестизарядник Александр А вы знали Правильный ответ Нет конечно А То есть вы все-таки Тот самый везунчик Да Везунчик И быстро умею Набирать на кнопочки Понятно И куда же вы Александра хотите Сходить Либо что почитать В кино хотите сходить Да Да Александр Тогда трубочку Не кладите пожалуйста Фамилию Оставьте нашему продюсеру Билетики Соответственно Ждут вас в редакции Ну мы сейчас Я не знаю Я вот не знаю Стоит ли нам задавать вопрос Или мы лучше договорим Лучше мы договорим Я думаю Давайте у нас там Две с половиной минуты Остается Давайте мы про весеннюю Лабораторию поговорим Остановились мы на том Что это будут Совсем новые тексты Да Что это будут Совсем новые тексты Потому что опять же Я вижу большой Потенциал и смысл В проектовом театре Потому что Потому что Когда тексты Там же будут Не только история Про режиссера и драматурга То есть мы собираем Три пары Режиссер и драматург Раздаем актеров Как-то делим На равносильные Три порции Трупу Раздаем актеров Это очень конечно И дальше люди Пишут тексты На тех актеров Которых А То есть Это вот так еще будет Это не под текст Подбирают актеры А наоборот Под актеры Пишут тексты Естественно Потому что таким способом Были написаны Самые лучшие пьесы Мировой Драматургии Были написаны так Шекспир точно знал Кто будет у нее играть Кого Чехов В чайке не знал А уже начиная с дяди Вани Он точно знал Кто будет кого играть Мольер знал Тем более Он был директором Своего театра Ему было вообще просто Да Вот Это раз Ну и В принципе Я в это верю Потому что Во-первых Это какая-то гордость Для театра определенная Что в театре есть текст Который идет только у него Конечно В этом определенном Есть такая хорошая эксклюзивность Хорошее лицо Во-вторых Там при этом способе Не возникает проблемы Что Что хороший текст Играть некому Ну ладно Давай с этими попробуем Хотя они не очень подходят Этот текст написан на этих людей И этих проблем не возникает Нет этой проблемы Что нужно натянуть Сову на глобус Ежа на кактус И так далее То есть нет Нет Все органично Да Все органично И все вырастает Как-то И как правило Такие проекты Они вырастают В очень Хорошую историю Долгоиграющую Да В хорошие спектакли Которые потом долго идут Хорошо И еще у меня тогда вопрос Вот все-таки по датам Вы как-то пока Пока Или пока не думали Мы даже В прошлом На ноябре На декабрь Пока не можем говорить Даты В прошлом году Это был март Какой-то да Конец марта Это где-то рядом С Днем театра Где-то вот Где-то под 27 марта День театра Я проверяю свою память Значит верно помню И вот Я не знаю Под Новый год Под Новый год На Новый год У нас остается 30 секунд Что-то планируется Александр Трясцын Новогодняя история С интермедией в фойе Дедом Морозом Снегурочкой Это то к чему Привыкли Все наши зрители Чего всегда ждут Пьеса Михаила Бартенева Праздник Радость И никакой пандемии Очень мы на это надеемся С интермедией в фойе Я здесь как новостник Должна сказать строгое Мы заканчиваем Потому что в 14.45 У нас Ольга Близина И новости Спасибо большое Егор Чернышев Главный режиссер Театра Наспаска Юлия Нушайта Завлет Театра Наспаска Драматург Мы говорили Об итогах Лаборатории избранные В Театре Наспаска И о планах Собственно говоря Вот на такое Не совсем обычное Театральное Нашу театральную жизнь Культ поход На этом завершается Всем хорошего дня До свидания Культ поход